Владимир Бабушкин стал вором в законе в июне 1950 года в Казахстане. Большую часть жизни он отдал тюрьме, строго следовал воровским понятиям, пережил сучью войну, в которой был активным участником. Имел большой авторитет и влияние в криминальном мире. Его жизненный путь окончился в 1985 в суровой колонии Белый Лебедь. Эта тюрьма славилась своими особыми подходами к ворам в законе и стремлением сломать авторитета во что бы то ни стало. Когда его отправляли в Соликамск, он сразу сказал, что его увезут туда убивать, и однозначно обратно он не вернется. Сломать вора в законе Васю Бриллиантов в Соликамске не смогли. Но и просто так отпустить его с миром было не в их правилах. Тогда его просто убили. Спустя время появились свидетели, которые рассказывали, что именно происходило в Белом Лебеде. С целью исправления заключенных избивали регулярно и днем и ночью. Лишали еды и морили голодом. У них это называлось обезжиривание. Также заставляли работать по два за часов в сутки. При этом работа была чаще всего бессмысленной, вроде перетаскивания кучи щебня из одного угла двора в другой и обратно. Надзирать над заключенными во время работы ставили персонал из хозобслуги, отъявленных беспредельщиков. У них в руках были короткие резиновые шланги, которыми они избивали заключенных. Также били руками и ногами. Был среди них некий Серега Морда, каратист, работал завхозом. Одного из осужденных, ученого, он ударил ногой в живот. Да так, что тот прямо там и умер. С именем этого беспредельщика связывают и смерть Васи Бриллианта. Есть в Белом Лебеде так называемый санпропускник. Подвальное помещение с двойными толстенными дверями, без окон, стены которого достигают метровой толщины. Из этой комнаты не просочится ни единый звук, кто бы и сколько бы там ни кричал. Именно туда отводили воров в законе, пришедших с этапом, чтобы сломать. Туда и отправили Васю Бриллианта. Но он не сломался. Предпочтя отдать свою жизнь за воровскую идею. Серега Морда забил старика ногами. Потом вышел и хвастался своим приятелем, что убил самого Васю Бриллианта. Говорил, что старик оказался слабеньким. Сразу же умер. Есть и другая версия событий далекого лета 1985-го. Когда Бабушкин отбывал срок в тюрьме на Урале, в Лопотках. Там случилось некое происшествие. Возвращавшихся с прогулки уважаемых в криминальном сообществе людей, сильно избили тюремщики. Это всколыхнуло зону. И заключенные объявили голодовку. Когда голодовка длилась уже почти месяц, и администрацию зоны прижало московское начальство, они пришли к Васю Бриллианту. И стали просить его, чтобы он навел порядок. Но вор в законе их откровенно послал. Сказал, чтобы сами наводили порядок, раз сами и накосячили. Тогда ему решили отомстить. Отправили в Пермь. Там он сидел два месяца, пока решали его судьбу. И в итоге отправили его в Соликамск. Перевозили на вертолете. И когда уже почти прибыли в Белый Лебедь, сопровождающие вора в законе тюремщики сильно избили его. В таком состоянии его и отдали в печально известную тюрьму, где вечером его просто задушили в камере. По поводу смерти Васи Бриллианта всегда ходило много домыслов, слухов и версий. Но все сходились в одном. Мало кто верит тогда и верит сейчас в ее естественность.